Люди начинают друг к другу относиться все более и более функционально. Из-за того, что у нас огромное количество коммуникаций ушло в виртуальную среду, то есть человек смотрит чужие аккаунты, переписывается в мессенджерах, в почте постоянной и так далее, и так далее, получается, что все люди перестают быть людьми. Они больше такие функции, с которыми ты обмениваешься какими-то короткими сообщениями. Но когда ты работаешь в команде, это же плечо, это взаимная помощь, это как на охоте. Когда вы охотитесь, один побежал за мамонтом, другой за единорогом, третий, еще куда-то. Это всегда коллаборация, которая предполагает такое взаимное чувствование, взаимное понимание. И если вы оказываетесь в коллективе, в котором это действительно такая команда, где скованные одной целью люди, они цепью работают, им это нравится, они от этого испытывают драйв. Но, конечно, это совершенно другое ощущение. Но сейчас все сложнее и сложнее за счет... Я уже не говорю про удаленку, кто столкнулся с этим, понимает. Сначала, я помню, когда началась вся эта история, стали говорить, что удаленка – это вообще прекрасно, то есть все пятое и десятое, повысилась эффективность. И действительно, на первых порах даже был какой-то рост небольшой зафиксированной эффективности. Но сейчас все консалтинговые агентства, которые анализируют эффект удаленки, говорят о том, что она, конечно, как я и предполагал, ничего кроме плохого не делает. Сейчас 42% американцев, работающих, находятся в состоянии профессионального гарания. Это данные международного агентства, занимающегося как раз ИЧАР. При этом, значит, желающих увольняться и менять место работы около 60%. В России, вот в Петербургске был форум 74-76% и уже ищут другую работу или собираются менять. Но вот что по американцам интересно, на самом деле это все англоязычные страны, они там считали Британию, Австралию и так далее, Канаду полуанглоязычную. 25% сотрудников готовы увольняться в никуда. То есть они настолько выгорели, что они даже не увольняются, чтобы куда-то, значит, устроиться, а они просто, в принципе, ну, как бы им наплевать, они просто хотят бросить эту работу и так далее. Ну, то есть это тяжелейший фактор. Да, и вот, в общем, короче говоря, отсутствие этой командности, отсутствие этого взаимодействия, это очень серьезная задача. Задачь.